Водорослевик в морском аквариуме. Нужен или нет? Его плюсы и минусы? В этом видео я хочу поделиться своим опытом, своими наблюдениями на примере своего 400-литрового домашнего морского аквариума. Привет-привет, меня зовут Тарас, я живу в городе Одессе, тружусь в аквариумной студии 2Craft. Кроме моего домашнего морского аквариума, в нашей студии есть несколько морских аквариумов, а также морские аквариумы наших любимых клиентов. Большая половина, как говорят в Одессе, этих аквариумов существует без водорослевиков. Моя система существует без малого 2 года, с ноября 2017. Большую часть этого времени я использовал водорослевик. С середины июля 2019 года я его отключил, то есть 2 месяца назад. Мой водорослевик представлял собой средний отсек сампа. Размер у него 45 на 20, 22 и 30 сантиметров высота воды. Освещался он всего лишь двумя лампами LED-лампы по 20 Вт. Одна была холодная, вторая теплая. У ламп цоколь был Е27, то есть они были вкручены в обычные лампы-прищепки. Водорослевике сначала выращивал виноградную каулерпу вместе с хитоморфой. Виноградная каулерпа имеет очень большой темп роста. Но потом я от каулерпа избавился, так как она, скажем, подкрашивала воду. Но я прочитал на форумах, что может быть неприятности. Поэтому я ставил только хитоморфу, хотя она намного медленнее росла. Водорослевик совместно с относительно слабеньким пенником, пенник у меня New Ocean, он рассчитан до 250 литров. В принципе, справлялись со своими задачами, держали нитрат и фосфат в нулях, даже при достаточно обильном кормлении кораллов. Но я иногда кормил кораллы, раньше я кормил креветкой, то есть до десятка креветок, то есть большая нагрузка. Зачем же я убрал его? Ну сначала давайте обсудим, зачем он вообще нужен был, какие функции выполнял в аквариуме, то есть его плюсы. Поглощалось первое, самое основное. Первое, это поглощают из воды все ненужные нитраты и фосфаты, особенно если пенник недостаточной мощности, как в моем случае. То есть если пенник недостаточно мощный, и он не убирает из воды все вот эти белки до того, как они раскладываются, разлагаются на нитрат и фосфат, то, конечно же, такое устройство, как водорослевик, он нужен. Второе, так как водорослевик освещается в противофазе к оксновному освещению, то есть ночью, когда в аквариуме горит свет, светильник, то водорослевик в темноте. Когда свет выключается в аквариуме, включается водорослевик. То есть зачем так делать? Для того, чтобы при фотосинтезе, активном фотосинтезе водорослей выделяется большое количество кислорода. Это поднимает pH воды, ну это в общем благотворно влияет на жизнь нашего рифа. Дальше, третье, водорослевик, он очень хорошо помогает сохранить, поддержать и помочь поддержать чистоту в дисплее, так как все нежелательные обрастания, которые могут жить в дисплее, часть их растет в водорослевике. То есть это не решает все проблемы, но вот, например, обрастания на стенках аквариума, они здорово помогают. Помогают, все равно руками что-то мыть нужно. Четвертое, это такое, скажем, представляет собой, водорослевик, представляет собой ферму по производству разного бентоса, разных козявок, образных, жучков, паучков и прочего всего микрожизнь аквариума. Это я отношу к позитиву, хотя есть совершенно другое мнение. Эти козявки размножаются, потом они попадают в дисплей, там их кушают, рыбки ваши, ну то есть такая вот, скажем, круговорот козявок в природе. Какие же негативные стороны водорослевика? Да, есть ли они? Да, конечно, ребята, они есть. Первый, как ни удивительно, минус, он такой же, как и плюс. Как мне кажется, потребляя ненужное аквариум, аквариумы вещества все-таки составляют конкуренцию кораллам. Да, я подозревал всегда, что водорослевик немножко угнетает, подавляет кораллы. Да, такое мнение существует. Подкрашивает воду. Хотя в последнее время, как я уже говорил, я выращивал хитоморфу, не каулерпу, но все равно, вот если есть в аквариуме водорослевик, легкий такой зеленый цвет, особенно если вы смотрите в торец аквариума, то есть он присутствует. Поэтому обязательно всегда в мешочек, там 50-100 мл активированного угля я ложил, потому что цвет в воде я добавлял. Но опять же, третий минус, я скажу, что когда у вас горит постоянно, ну не постоянно, а регулярно свет в сампе, то, соответственно, самп зарастает простейшими, оборудование зарастает, то есть в сампе не очень красиво, и вот у меня проблема, мой пенник, он изнутри зарож, жутко зарастает королиной. То есть такой толстый, толстый, толстый королиной, который очень сложно отодрать. Четвертый, дополнительный подогрев воды. Так как летом в Одессе жарко, и все, как правило, борются, с высокой температурой, если у вас, как в моем случае, 40 Вт подогревает воду, то, наверное, это минус. Хотя там, где холодно, наверное, это плюс. И еще из одних минусов, это то, что если нужен водорослевик, как в моем случае, то нужен вот этот самый отсек. То есть если водорослевик мне не нужен, то можно сделать аквариум на треть меньше, как в моем случае. То есть нет водорослевика, самп можно делать более компактным. Так вот, хочу поговорить, зачем же отказался от водорослевика, если он, в принципе, выполнял свои функции, на которых я возложил. Ну, во-первых, я хотел давно от него избавиться. Я планировал заменить пенник на более мощный. Это я собираюсь сделать где-то в начале декабря месяца. Я хотел добавить бионаполнительный, поставить пенник. Ну, бионаполнительный в моем случае это Сипаракс. Поставить мощный пенник, ну и перейти так вот, на вот такой вот способ. А от чего послужило, скажем так, толкнуло меня прям взять и сделать это сейчас, до того, как пенник, когда у меня появился более мощный пенник, перестало расти хитоморф. Она около месяца не росла, она стояла. Я видел это. А потом она становилась хрупкой, то есть она начала разваливаться. То есть я знаю, бывает такая ситуация, когда вот такой момент, когда начинает сыпаться трава, и вот это все, что она накапливала, аккумулировала в себе, оно резко выбрасывает воду. То есть это не очень хорошо. Я решил не допустить вот эту всю ситуацию. Я его разобрал, скажем, разобрал. Добавил 3 литра Сипаракса, потом через пару недель я добавил еще 1 литр. Сейчас у меня 4 литра Сипаракса. Еще у меня было где-то порядка 1 литра наполнителя, бионаполнителя Матрикс. Это производитель американский Сичем. Ну и были у меня бактерии. Они, правда, закончились уже. Но в тот момент, когда я только убрал водосы, были бактерии, я сыпал лилбактерии, фауномарин, в таких шариках гелевых, как эти орбизы. Называется BioBalls. Я использовал вот эти вот шарики. Итак, что произошло? Что произошло за вот эти 2 месяца, пока у меня уже нет водорослевика? Что вам скажу? За первое, за это время начали расти фосфат и нитрат. С нулевых значений до... Вот у меня 2 недели назад был фосфат, даже, наверное, чуть меньше, чем 2 недели назад, был фосфат 0,25 при нитрате 10. Да, вот так у меня поднялся нитрат с фосфатом. Поднималось это, скажем, постепенно. Каждую неделю я видел, что подрастает. Я наблюдал за этим. Ну, также я начал кормить параллельно со всеми вот этими двухмесячными делами. Я начал, как я в видео в предыдущем показывал, начал кормить кораллы рефроид с кормом, таким, скажем, самым, наверное, лучшим. Но я читал и слышал, что он может поднять фосфат. Но одновременно с тем, как фосфат с нитратом подрастал, я наблюдал за кораллами. И вот что меня очень, скажем, удивило и порадовало, кораллы не стали хуже. Особенно ЛПС кораллы, мягкота от рифроидса и от повышения нитрата фосфата стало только ярче, только толще. То есть очень даже хорошо. Даже СПС, которых у меня не очень много, они достаточно простые, им не стало хуже, скажем так. Я не могу, что им стало прям лучше, но им хорошо. Также две контостреи, которые у меня есть, которые я уже думал, что они, я уже хотел выбросить, если честно. Но, знаете, как всегда, шанс остается, то есть надежда остается. Я начал оконтостреи, вот те остатки, вот те несчастные, там 2-3 ротика оконтостреи, я начал когда кормить рифроидсом, они начали приходить в себя, и одна оконтостреи уже вообще как бы хорошо себя чувствует, а вторая, от которой осталась даже не голова, а полголовы. Вот половина тела ушла, половина осталась. Начала набирать свет, восстанавливать тело, то есть я думаю, что все очень хорошо будет. Но, несмотря на то, что кораллам стало лучше, я все-таки уже на значении 0,25 фосфат, я уже начал что-то делать. Что я сделал? Я на 2 недели, вот последние 2 недели, я перестал кормить кораллы рифроидсом, вообще перестал. Я добавил антифос, антифос, оксид железа, фауна-марин, от фауны-марин, и добавил угля от фауны-марин. Я добавлял, сразу все количество положил, около 400-500 мл положил, но я постепенно, я ложил там 50, потом через день еще 50, постепенно поднимал. И так как у меня уже закончились бактерии фауны-марин, я добавил неделю, или полторы недели, честно, я не помню, добавил одну ампулу биодайджеста. Биодайджест от Prodibio. Я вам скажу, конечно, буквально через 2 дня пенник выбивает, но намного сильнее начал бить пенник, и, наверное, в 2 дня я выливаю целую чашку. Я каждый день смотрю, и раз в 2, может в 3 дня выливаю целую чашку. Что мне за эти 2 недели мои мероприятия помогли? За 2 недели фосфат снизился с 0,25, такое значение между 0,03 и 0,1, и нитрат 5. То есть я уже успокоился, и даже начал кормить опять рефроидзом, но уже в меньшей дозе я буду подбирать, скажем так. Ну и что я вам скажу, до нового пеника, новый пеник где-то, как я уже говорил, в декабре, я вот буду в таком режиме слабым пеником, без водорослевика, буду наблюдать, буду замерять, вам обязательно все расскажу, а насчет водорослевика нужен или не нужен, я скажу так, выбирать вам. Но я, наверное, приду к тому, что водорослевика у меня не будет, нужен, скажем, более мощный пенник, надо контроль параметров постоянно, надо понимать, сколько покормить аквариум, сколько он, сколько забрать, делать подмены, ну а там уже решайте сами. Ну, олдскул, в принципе, он тоже неплох, или она неплохо. Спасибо за внимание, переходите в описание видео, покупайте что-то, поддерживайте наш канал, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok